Всем привет, с вами Хороший Программист, это очередной подкаст о мягких навыках. Я постараюсь найти золотую середину, в ответе на вопрос, а нужно ли хорошему программисту разбираться в алгоритмах. Или по-другому он звучит, нужно ли быть экспертом в алгоритмах, чтобы найти хорошую позицию, чтобы стать крутым, высокооплачиваемым программистом. А в конце я дам несколько практичных советов, как лучше, эффективнее изучать алгоритмы, если вы решите, что вам нужно их изучать. Поэтому досмотрите до конца. В этом вопросе есть две крайности, и они обе имеют свои обоснования. Одна крайность, например, придерживается Дэвид Хайнмайр Хэнсон, у него даже есть твит, может быть не один, где он хвастается тем, что он не знает никакие алгоритмы, если ему нужен какой-то алгоритм или особенность структуры данных, он просто гуглит. И другая крайность, это что если вы не эксперт в алгоритмах, не можете вот так сходу написать алгоритм чего угодно, то вы так себе программисты, и вас вообще лучше не брать на работу. Этой крайности придерживаются, любят, например, гугл на собеседованиях, многие другие компании. И где же здесь правда, вот простому нормальному человеку учить алгоритмы? Или не учить? Или надо фокусироваться на более высокоуровнях вещах? На архитектуре, на том, как работает код, как проектировать, там дизайн, паттерны, все эти дела? Прежде всего, давайте встанем на позицию Дэвида Хэнмара Хэнсона и подумаем, ну, если вы позиционируете себя как прикладной программист, то есть вы собираетесь устроиться на работу и решать какие-то бизнес-задачи, некие высокоуровневые, разработка какого-то веб-приложения, скорее всего, в большинстве случаев, может быть, всегда вам не придется писать ни одного своего кастомного алгоритма. Вы, скорее всего, возьмете библиотеку, одну, вторую, десятую, фреймворк, где уже все алгоритмы, уже тысячу раз за вас, до вас написаны, переписаны, отлажены, вылизаны. И, в принципе, навык компоновать готовые куски кода, готовые алгоритмы библиотеки в правильную, логичную, удобную, хорошо поддерживаемую структуру, он, ну, вроде как, важнее, чем разбираться вот на низком уровне в этих алгоритмах, в этих структурах данных, как бы зачем, да? С другой стороны, когда компания действительно серьезная, лидер какого-то рынка или не лидер, а просто в числе лидеров, как правило, она работает над тем, чтобы раздвинуть границы возможного. То есть сделать какую-то новую версию продукта, который работает чуть-чуть быстрее, чем все, что было известно до этого, сделать какой-то там Intel, новый процессор каждый раз, который быстрее, лучше, энергоэффективнее. Amazon сделать какой-то новый алгоритм, который еще круче вам подсказывает товары, еще быстрее организует доставку, да, еще дешевле делает себестоимость облачного хостинга. То есть, когда вы целитесь в лидеров рынка, и речь, это только верхушка айсберга, речь идет далеко не только о лидерах. В принципе, все компании на любом уровне, они участвуют в конкурентной борьбе. И эта борьба на техническом уровне, конечно, это технический уровень, не единственный уровень, но на техническом уровне она тоже идет, и борьба идет иногда за миллисекунды, за какие-то нюансы, за маленькие фишечки. И постепенно вот так вот огромным массивом маленьких фишечек любой технический программный продукт, он и эволюционирует. И поэтому в современном мире, вот то, что я наблюдаю сейчас на рынке уже много лет, грань между системными программистами и прикладными, она все сильнее и сильнее размывается. Системные программисты, то есть те, кто пишет, например, операционные системы, какие-то сами базы данных, они так или иначе неизбежно участвуют или контрибьютят, или как консультанты в написании и драйверов, и фреймворков, и приложений, которые пользуются этими базами данных. И прикладные программисты тоже очень часто, особенно те, кто активно используют какую-то библиотеку, какой-то фреймворк, те же Rails и Django, они очень часто натыкаются на пределы возможного. И очень часто им приходится писать свои надстройки над существующими библиотеками, или существующие надстройки, контрибьютить в них какие-то пиары. Короче, задачи, встающие перед современными программистами в современных реалиях, если вы настроены на серьезный карьерный рост, работают в крутых компаниях, они очень часто, все чаще и чаще выходят за рамки статус-кво, за рамки возможного. И все больше и больше неопределенности в решении таких задач. И поэтому, если вы, как программист, научились только работать с библиотеками, компоновать их в красивую архитектуру и больше ничего, то рано или поздно вы упретесь в некий потолок, вам будет все труднее и труднее решать нестандартные новые задачи. Потому что основной навык программиста – это умение превращать описание задачи в готовый алгоритм на любом уровне. Будь то уровень архитектуры – это значит алгоритм того, как работает архитектура. Будь то микроуровень – алгоритм того, как сортируется какой-то там маленький массив байт. Плюс к этому современные библиотеки и фреймворки, они очень быстро развиваются. Сегодня одни, завтра другие. И нет смысла проверять знания конкретного фреймворка. Потому что, во-первых, большинство фреймворков, они построены по общим принципам. И если вы хорошо разбираетесь в одном, вы легко перенесете эти принципы на другое, если вам дадут такую задачу. А вот навык думалки у программиста – как он умеет справляться с нестандартными задачами, с новыми задачами, как он умеет превращать ТЗ, текстовое описание, в формальный, надежно работающий алгоритм. Вот этот навык – он универсальный. И самый простой способ проверить его на собеседовании, например, это, конечно, дать человеку задачку на алгоритмы. Примерно так же, как вы справляетесь с этой задачкой на уровне массивов, байтов, битов данных, примерно тот же навык вы будете применять, и когда проектируете архитектуру. И когда вам придется потом рано или поздно столкнуться с тем, что библиотека вам не подходит, вам придется писать свою надстройку и тоже писать ее эффективно по памяти, по скорости, все равно об этом рано или поздно задуматься. Поэтому я склоняюсь больше к позиции номер два, что алгоритмы учить и понимать важно. И с концептуальной точки зрения это гораздо более важный, гораздо более универсальный навык, который навсегда останется с вами и который всегда будет вам приносить пользу. И даже по моему опыту я вот крайние разы собеседовался, но меня ни разу, я не помню ни одного вопроса, когда бы спросили на конкретно знания какого-то языка, особенности какого-то фреймворка, каких-то библиотек. Все вопросы, что мне задавали, были либо на написание кода, в том числе и на бумажке, на доске и на компьютере, или на написание кода, который решает какую-то алгоритмическую задачку. Иногда я это писал прям кодом на доске, и иногда вместо кода я просто рисовал диаграммы, которые объясняют мою мысль. Потому что здесь уже, переходя к советам, люди, которые спрашивают на собеседованиях алгоритмы, те, кто понимают, что они спрашивают, у них цель не подловить вас, не услышать от вас какой-то зазубренный ответ, стандартный там алгоритм. У них цель понять, как вы думаете. И поэтому нет ничего зазорного в том, что вы забыли какой-то синтаксис, ошиблись в каком-то библиотечном стандартном методе. Вы текстом, когда пишете в варде, на доске, не надо этого бояться. Это нормально. Цель просто объяснить, как вы думаете. И очень важно это не бояться, объяснять. Даже если вы где-то ошиблись, сразу предупредите, вот я вот тут, например, не помню этот метод точно, как он пишется, я вот напишу так. Это нормально. Тут, конечно, надо понимать, что бывают собеседующие тоже не очень квалифицированные. Иногда люди спрашивают, не понимаю, зачем, что они спрашивают, просто где-то прочитали, загуглили, чего спросить у программиста там. И спрашивают какую-то фигню, там, напиши мне алгоритм пузырьковой сортировки. Поэтому совет уже практически номер один. Будьте готовы к таким случаям заранее. Составьте себе список самых базовых вещей. Это алгоритмы сортировки, все самые известные. Алгоритмы поиска в массивах, поиска в связанных списках. Алгоритмы удаления дубликатов. Алгоритмы работы с ассоциативными массивами, с хешмапами. Просто самые вот эти простые, низкоуровневые вещи выучите, реализуйте и будьте готовы к таким вот тупым вопросам. Потому что совет номер два, как готовиться к хорошим вопросам, действительно, на думалку. Это, когда вы изучаете алгоритмы, и самое важное, не просто как можно больше узнать алгоритмов, а постараться натренировать свой навык превращения описания, логики, требований в готовый работающий код. Берете книжку, например, алгоритм такой-то там пузырьковой сортировки. Вы поняли, постарайтесь написать алгоритм сами на своем там любимом языке программирования. Реализовать до тех пор, пока он не будет качественно хорошо работать. Или, если вам трудно, первые алгоритмы вы списываете с книжки, с курса, откуда-то заставляете работать, но каждый следующий старайтесь написать самостоятельно, уже на базе того опыта, который у вас накопился. Подглядывая в справочники, в Google, но как можно больше самому написать, довести от начала и до конца вот этот алгоритм, чтобы он работал, чтобы вы начали усваивать, чтобы у вас в пальцах был этот навык. Разбирайтесь, как работает написанный вами код, а не просто читайте, типа, о, ну я понял. Начиная с самых банальных, самых известных всем сто раз написанных алгоритмов. Взяли библиотечный метод там сортировки массива в исходниках своего любимого языка, там Ruby, Python, JS, Java, посмотрели, как он в исходниках реализован. Закрыли, напишите сами с нуля, как бы вы реализовали. А потом запустите тестовый прогон, например, стандартный метод и ваш метод. Миллион итераций на том же самом массиве, и потом замерьте время. Вот ваш столько-то секунд работал, стандартный столько-то. А потом подумайте, вот почему стандартный работает быстрее, или наоборот ваш, вдруг быстрее работает. В чем проигрыш, в чем выигрыш. Как можно больше играйте, как дети в песочнице с этим. Все более сложные задачки, там на шахматных досках, какие-то более там нетривиальные, они так или иначе будут складываться из этих базовых вещей. И вам будет гораздо проще. И совет номер три, когда вы позиционируетесь в какие-то хорошие компании, Google, Amazon, Яндекс топовые, да, софтверные. А я советую вам не бояться и целиться как можно выше, потому что сложность подготовки плюс-минус почти одинаковая. Компания номер один и компания номер два, три, четыре. А профита вы, особенно если вы начинающий, получите гораздо больше. Так вот, если вы готовитесь к собеседнику в какую-то компанию, почти любую крупную компанию можно загуглить, что там любят спрашивать, любимые задачки, любимые темки. И все это загуглив, вы можете просто составить список и подготовиться. Алгоритмы на графах вот такие, сякие, просто поискать, выделить время, как к экзамену в институте, как к диктанту в школе. Реально сесть и подготовиться. Вы будете гораздо выгоднее отличаться от своих конкурентов, соперников на эту должность. И плюс сама подготовка, даже если вы не пройдете, даст вам очень хороший буст в понимании того, как писать более сложные алгоритмы вообще, что это такое. Мораль, в общем, я советую вам, как говорится, отдавать Богу Божьему кесарю кесарево, то есть изучать и фреймворки, и тот предмет, с которым вы работаете. Например, вы ищете джанго или рейлс вакансии, изучаете рельсы. Конечно, вы должны понимать, как работают рельсы, библиотеки, как работает фреймворк, но при этом и выделяйте время, не забывайте прокачивать свою думалку, свой основной навык, решайте задачки. Полно сайтов сейчас просто с алгоритмическими задачками. Советую вам там зарегистрироваться и начать с самых простых, решать как можно больше самостоятельно, просто прокачивать. Не ради конкретной вакансии, не ради понтов, не ради, а ради себя, потому что эта думалка останется с вами навсегда. Через 10-20 лет будет 10 новых языков, то, что сейчас модно, может быть, уйдет навсегда в лету, а вот эта думалка останется с вами навсегда. С вами был хороший программист, я желаю вам развития карьерного, нравственного, интеллектуального. Поставьте лайк этому видео, нам очень приятно, ваша поддержка помогает этому каналу держаться на плаву, делать нам эти видео. Если вам интересно в аудиоформате это слушать больше, то заходите по ссылке, которую на экране видите, аудиоподкасты мы туда выкладываем, иногда те, которых нет на видео, а иногда на видео того, что нет в аудио. В общем, полезно и там, и там подписаться. Про мягкие навыки нам еще много есть, что сказать. В комментах к этому видео, пожалуйста, ваши вопросы, уточнения или пожелания к следующим выпускам, что вас беспокоит, вот что вам прямо сейчас мешает взять и пойти работать программистом. Или если вы уже работаете, что вам сейчас мешает вырасти по карьере, что вам прямо сейчас мешает найти более крутую работу. Или попросить повышение зарплаты. Или взять себе больше ответственности, более крупную задачу сделать. Постараемся вам помочь, опыта, слава богу, у нас хватает. В общем, лайк, подписка и колокольчик, чтобы не пропустить. Все. Всем пока, всех обнимаю. Субтитры подогнал «Симон»